Жаркие споры быть или не быть очередной свечки в старом квартале на Тельмана закончились. Долгая борьба между жителями и строительной компанией увенчалась с победой горожан в арбитражном суде. Старожилы Зеленой Рощи сами не ожидали такого решения судьи. Что думает об этом застройщик и можно ли считать борьбу за сквер законченной, расскажет Анастасия Лушникова. Почти полгода длились судебные разбирательства между жителями домов по улице Тельмана и строительной фирмы. Шестилетние споры, строить на месте сквера многоэтажку или нет, закончены. Суд удовлетворил отказ Департамента градостроительства выдачи разрешения на строительство. Там у нас сквер, они хотели, Алексей хотел вырубить все и поставить многоэтажный дом. Но им отказали и спасибо вот этой девушке. Напомню, жители микрорайонов Зеленой Рощи воспротивились точечной застройке в их дворе. Крупнейшее предприятие цветной металлургии высадило здесь сквер полсотни тополей. Годы шли и теперь это излюбленное место отдыха. Мы уже рассказывали, как раз на месте старого парка застройщики решили возвести многоэтажку. Когда сторожилы узнали такую новость о вырубке деревьев, ужаснулись и учинили строителям переполох. Горой встали за Зеленый островок. А у нас вот единственный двор, больше ничего нет у нас. На днях состоялся суд, где лицом к лицу встретились представители Зеленого фронта и застройщики. За 6 лет фирма «Аликстрой», несмотря на протесты жителей, не уходит с лакомого участка. Когда дело дошло наконец до суда, строители и тут не идут на попятную. Служители Фемиды правыми признали все-таки горожан. Суд отказал в фирме праве точечной застройки. Отстаивать интересы людей взяли на себя юристы департамента градостроительства. Срок аренды спорного участка горе строителям не продлили. Но строительная фирма не согласна. Нам отказали в предлении разрешения на строительство. Будем снова подавать в суд на выдачу разрешения. Жители не скрывают радости, что сквер останется, а свечку впритык к рущевкам не построят. Люди даже начали писать благодарственные письма. Сами, от руки. Но зато с искренне спасибо. От дружного коллектива соседей, прошедших огонь и воду в этой нелегкой борьбе. Благодарность тем, кто обязан их защищать. Письмо председателя городского совета депутатов города Красноярска Ревкуцу Валерию. От жителей домов 7 и 9 против. Когда бизнес бесконтрольно начинает управлять городом, сила власти народной слабеет. За 6 лет людям довелось писать абсолютно во все причастные госслужбы. Считают, что такое решение суда правильное. Но без поддержки чиновников и депутатов победа была бы призрачной. Власть, которая должна представлять интересы людей и отстаивать интересы людей, настолько плотно взаимодействует с бизнесом, что она готова как угодно не замечать интересы людей, а замечать интересы определенных бизнес-структур. Вот этот момент удивляет. Но возможно радоваться еще рано. Как нам пояснили в департаменте городостроительства, отказ продления разрешения на строительство застройщики получили в результате неверной сметы. Теперь ничего не мешает строителям составить правильную смету. Департамент за разрешением на строительство, за новым уже не за продлением, а за новым разрешением на строительство, ему также отказано на основании причин, предусмотренных в градостроительном кодексе, связанных с недочетами в проектно-сметной документации. Но однако, конечно, это не лишает его права обратиться в суд об обжаловании уже этого отказа. Судя по всему, застройщик намерен бороться. Но за шестилетнюю войну жители Зеленой Рощи научились букве закона, чтобы отстоять свой сквер, воздух и дворовую красоту. Анастасия Лушникова, Илья Заречный. Красноярское время.